Здравствуйте всем у нас снова начинается разговор про архитектуру и AVM и как эта архитектура устроена в современном таком процессоре под названием риск 5 ну и до кучи мы разглядываем ассемблер язык ассемблер это архитектура потому что он самый показательный для понимания того как все это работает мне так кажется так и подмывает краткое содержание предыдущих серий сделать маленькая просто чтобы понятно в каком контексте мы сейчас находимся в прошлый раз мы говорили про разный вид памяти но собственно их условно два это регистры и оперативная память и изучением этого вопроса различия в этом вопросе мы с вами заниматься не будем вот регистров у нас значит 32 штуки из них специальный регистр только фактически только один это регистр x0 который содержит всегда ноль вот однако и мы с этим сегодня еще встретимся использование регистров по разным назначениям 32 штук регулируются предварительными договоренностями которые никак аппаратно не поддержаны архитектуры но опять таки мы об этом сегодня поговорим могут быть аппаратно поддержана архитектура если вы этого захотите вот такие договоренности называются конвенциями вот и про них мы говорили еще в прошлый раз относительно того что некоторые регистры используются там например как указатель стека про который мы сегодня будем говорить некоторые как временное хранение еще некоторые как условно-постоянное память же это просто память оперативная адресуемого пространства 4 гигабайта вот и здесь в дело вступают конвенции о том как эта память должна быть организована вот в частности в том эмуляторе раз который мы используем память организована вот так вот так называемая плоткая модель в которой сразу в памяти находится вообще все и пользовательские программы и ядро которых действительности не существует и так называемая memory map it input output то есть область памяти доступ который в действительности приводит не к тому что вы ходите какие-то ячейки памяти а к тому что вы ходите к управляющим регистром и собственной памяти внешних устройств вот но и у этой самой плоской модели есть некоторая организация отдельно где-то лежит код отдельно где-то лежит данные есть места запрещенные так или иначе это для удобства мы говорили про выравнивание мы говорили про адресацию в секции кода что у нас вся вся адресация в секции кода всегда относительная даже когда мы формируем значение с адресом в регистре и переходим на этот регистр в действительности в регистре разумеется лежит абсолютный адрес но способ его формирования он относительный вот и эти сейчас покажу где-то тут это было написано вот для того чтобы сформировать адрес перехода в или адрес переменной неважно вам в регистре используется специальная странная инструкция а у и пц которая делает следующее она прибавляет к вычисляет смещение между текущим указателем инструкции данном случае адресом 40 тысяч сорок четыре нуля вот и тем местом на который высылаетесь и вот эту именно разность она здесь использует вот она эта разность потом это все суммируется в результате чего в соответствующем регистр появляется уже абсолютный адрес вот то что он там появляется никак не влияет на тот факт что в самом коде до используется относительное смещение так устроен так устроен и адреса и переход и команды типа лад ворд который заводят занимаются работой спать вот что еще еще мы вчера пропусти в прошлый раз пропустили вот эту вот кусочек лекции я его пропущу заново значит оставляю его на ваше усмотрение здесь разговор идет о том почему инструкции типа с и типа джей джей ну смысл типа у да с и у это базовая инструкция про который мы говорили самого начала вот почему в случае инструкции перехода они называются по-другому и здесь дается по и подробные пояснения почему так страшно с точки зрения чтения глазами расположены биты а различных адресов смещений и и и всего остального внутри закодированной инструкции почему нельзя прочесть практически глазками шнадцатеричный дам кода на автокода риск файв вот если приглядеться там основной принцип такой что все поля которые соответствуют адресу источника адресу приемника смысле регистру регистру второго источника и так дальше вот сорс один сорс два дистанейшен все эти поля сохраняются вне зависимости от того как устроена инструкция вот то есть по соответствующие кусочки битики просто копируются из одного места в другое и это очень упрощает операцию декодирования да нам не нужно сначала смотреть на то какой у нас обход и в зависимости от того какой обход решать а где же лежат какие поля мы сразу берем сразу делим делим нашу инструкцию на вот эти части а потом из этих частей очень быстро комбинируем нужные значения именно поэтому в инструкциях типа и с б джи и у порядок битов часто бывает перепутан вот про это все вот этот кусочек посмотрите вы еще если хотите там интересно возможно я буду спрашивать это на экзамен вот но сегодня у нас разговор идет дальше вот с вашего позволения я бла-бла часть пропущу потому что напоминаю этот курс является таким фрагментом потенциально большего курса по архитектуре в м в котором вся вот это вот необходимость повторного использования кода и все остального обсуждается отдельно вот и поскольку эта часть не самые первые и не самая последняя такого предполагу гипотетического большого курса мы относимся к идее повторного использования и самой идеи под программы как к чему-то нам знаком поэтому я это все пропускаю скажу только что идея повторного использования кода может быть реализована двумя различными способами первый способ это собственно решить ее на уровне самого языка ассамблера и сказать вот у нас есть часто встречающиеся сочетания сочетанием инструкций давайте мы их коротко назовем мы кстати с вами знакомы с таким уже знакомы с такой штукой эта штука называется псевдоинструкции в риск файве они сплошь и рядом мы это видели да и эти псевдоинструкции иногда одна инструкция раскрывается в несколько отличие псевдоинструкции от макросов главным образом в том что псевдоинструкции они нужны для того чтобы вы как это хранили огурцы правильно ну то есть писали соответствующие использовали соответствующие операции часто встречающиеся программах кодировали их эффективным образом именно поэтому псевдоинструкции входят в конвенции входят в а то что называется обе то в то как надо программировать под значится риск а вот макросы вы определяете сами про макрос у нас будет отдельный разговор следующий раз вот кажется в следующий раз надо посмотреть в планах и надо сказать что этот следующий раз возможно наступит в непонятное время а нет через раз у нас а одна из лекций интерферирует с 8 марта соответственно непонятно когда мы будем делать эту лекцию не 8 марта и вот тогда то мы будем говорить про макросы по полной программе так что мы сегодня поговорим по под программы вот что такое под программа под программы это вот что это место куда мы переходим выполняем кусок кода и возвращаемся обратно причем понятное дело что ради повторного использования мы должны уметь переходить из любого места нашей программы в одно и то же место под программы а потом возвращаться обратно в это самое любое место вот фактически ничего большего от программы не нужно вот за исключением пожалуй еще одной вещи это собственно параметров и возвращаемых значений но и то и другое это уже такая штука конвенциональная параметр программы и возвращаю под программы и ее возвращаемые значения который мы тоже поговорим вот кстати сказать вот тут есть ссылка на спецификацию где описаны полной конвенции по вызову под программ не очень большие кстати отлично читаемые хочу еще раз сказать что мне нравится читать технический код технический текст риск файва они написаны хорошим языком сразу чувствуешь что люди которые их писали написали также несколько крутых учебников а вот почему какие-то под программы в каком-то языке какого-то ассамблера нас в курсе архитектуры вообще интересует разумеется потому что в действительности без дополнительных архитектурных решений вот эту задачу как хорошо написать под программу нормально не решить поэтому в подавляющем большинстве архитектуре если не во всех существует специальная атомарная команда которая делает сразу две вещи она одновременно это атомарная команда куда-то откладывает адрес по которому нужно будет возвращаться и одновременно с этим происходит переход вот точно так же как у нас в трех адресной архитектуре атомарными были команды сравнение двух регистров и перехода точно также у нас вполне можно организовать атомарную команду заполнение адресом возврата специального регистра вот и перехода или там ну мы пока не знаем чего сейчас примем это решение короче говоря атомарно решить задачу сохранение адреса возврата и перехода в папа произвольное место соответственно в этом произвольном месте происходит какая-то движуха та самая повторно использованный код выполняется программа наша вот а потом мы возвращаемся обратно вот поэтому самому адресу которую мы где-то сохранили ну и продолжаем работать как работали вот как бы аппарат на как-то решается в риск файве действует конвенция что по умолчанию команда jump and link то есть команда перехода одновременно с сохраняем линк обратного перехода сохраняет этот обратный переход тот адрес следующий ячейки на который будет присутствует приходит в специальный регистр р.а. он же x1 давайте посмотрим на регистр р.а. он же x1 так значит у меня тут было замечание что в этой картинке в этой картинке она зарогораживается моей головой поэтому значит мы сразу сделаем вот так вот мне кажется то будет достаточно смада вот они это регистры до регистр р.а. он же x1 внезапно оказывается нужным для вот такого использования это конвенционально потому что если вы посмотрите на полный формат команды jump and link так этому уберем на полный формат команды jump and link где она там jump and link вот она вы увидите что у нее не один параметр а два jump and link регистр target вот таким образом то что у нас написано в левцах просто jump and link target а знай это псевдо инструкция в которой в качестве регистра всегда будет использовать регистр р.а. зачем так ну во первых конечно как всегда конвенция помогает людям не сбиться с пути и взаимодействовать мы теперь знаем что такой адрес возврата всегда лежит в регистр р.а. и если кто-то написал для нас под программу да мы в плане рассчитывать что именно так это будет происходить или бы мы для кого-то пишет под программу в плане рассчитывать что он знает что мы используем регистр р.а. для того чтобы возвращаться вторая причина более интересная если мы собираемся строить о какой-то быстрый процессор дмитрий прекрасный вопрос вы предвидите точу о чем у нас сегодня будет лекция про то возможно ли под программу вызывать под программу все сейчас увидим да так вот если вы хотите построить какой-то быстро эффективно работающий процессор скорее всего вам понадобится реализация вот этого перехода с каким-то искусственным мозгом например вы заведете специальную аппаратную хранилище всех переходов на все под программы который будет автоматом не чувствительно для программиста даже для программиста на ассемблер автоматом заполняться ну и без как это особых причин автоматом же опорожняться то есть если мы вошли в под программу то наверное мы из нее выйдем вот и соответствующим вместе очень быстро можно можно что-то запомнить так вот если вы решили приделать к своему процессору такой ускорятор то вам очень поможет конвенция относительно того что регистром в котором хранится адрес возврата это всегда регистры вам не нужно никуда глядеть вам не нужно декодировать вашим ускорятором инструкцию вы просто берете ира если у вас об код такой то вы берете ира и запоминаете в этой его значит в этой своей свеже изобретенной эффективной структуре вот такой вот можно приделать железку к обычному процессору и она будет рабу и он начнет работать эффективнее потому что к тому моменту когда ваша программа только захочет совершить возврат вот ваш процессор с ускорятором уже будет знать куда совершать возврат и и тут же вернется как бы инструкция может сработать за ноль такт вот такая вот интересная фигня вот значит соответственно команда job and link она типа у то бишь типа джей на самом деле это означает что что большую часть нет что 20 битов 20 битов не занимает смещение перехода прыгнуть можно достаточно далеко ну помните да это значит 20 20 битный адрес вперед и 20 битный назад с учетом того что один бит не используется потому что все адреса как на 2 переходе вот эта команда такая типа джей а только на самом деле типа у потому что там сильно перетасованы адреса биты адреса вот этого смещения вот смотри прошлую лекцию не сказанное в ней но если нам хочется например уйти очень далеко или мы формируем адрес перехода программно ну например есть таблица адресов перехода ему как-то так вот из этой таблицы что-то выбираем мы можем положить адрес в регистр использовать другую команду которая называется джалл jump and link риджи регистр и тогда будет переход на регистр ну вот давайте мы сейчас скопи пастим вот эту вот штуку и посмотрим во что она превращается только это набор контроль церковь да вот значит смотрите что мы здесь делаем мы написали под программу вот она которая выводит на экран строчку пинг то есть вызывают 4 системное прерывание придает ему адрес пинг дергает возвращается вот мы соблюли все все правила которые на текущий момент мы озвучили мы значит что-то сделали и написали в конце ряд рита значит return вернуться в действительности это псевдо инструкция сейчас мы посмотрим про нее одну смешную штуку вот и мы это этот пинг два раза вызываем один раз помощью jump and link а с другой с помощью jump and link по регистру для того чтобы произвести jump and link по регистру нам нужно сначала вот регистра загрузить адрес этого самого сумра он делается с помощью команд дела и вот и вот мы значит вызвали под программу дальше загрузили в адрес в вас один адрес под программы еще раз вызвали эту программу только уже по адрес хранящемуся в регистре ну и остановили остановили систему давайте посмотрим как это работает нет как это работает сначала нужно его сохранить назвать его ну скажем джаур и скомпилировать пинг пинг все хорошо давайте посмотрим на код на самом деле самое интересное код который тут генерится и так jump in link как мы уже говорили команда типа джей она же команд типа с команд типа с в как в которой целое число запихнутое в инструкцию является адресом destinations это команде по 100 и вот и вот эти самые 20 битов как видите 18 это смещение вниз вот смещение вниз относительно относительно текущей инструкции вот это число 18 вот его даже видно в действительности хранится но если там вот один бит не используется но мы его все равно видим в общем читайте прошлую лекцию там написано почему мы здесь вот видим 18 здесь видим 18 на самом деле вот в этом числе 18 один бит младше не используется но это не важно важно то что вот она тут хранится эти 20 битов вот мы значит это смещение вперед очевидно процедура субра лежит ниже вот мы ее дергаем jump in link сходили сюда вернулись вот дать что включим от латчик по пройдем пошагово да вот мы дернули перешли видите в здесь четко написано что джал субра раскрывается в japan x1 то бишь ра на вот такое смещение в ра у нас сохранилась в ра собственно адрес то инструкции на которую надо будет призыв производить возврат обратите внимание мы перешли с адреса сорок четыре нуля в ра у нас приехал адрес сорок три нуля четыре то есть вот эта инструкция следующий то есть когда мы вернемся мы попадем на следующую инструкцию после той с которой мы сдаем jump in link разумно разумно дальше мы что делаем дальше мы вызываем программу системный вызов всем на вызов печать строки вот этот значит загружаем в память строку адрес строки пинг вызываем системный вызов номер 4 и возвращаемся и вот тут нас подстригает одна забавная штука обратите внимание что ред это тоже псевдоинструкция и раскрывается она а ну окей давайте в следующий раз а мы к этому вернемся обратите внимание во что раскрывается инструкция псевдоинструкция ред мы сейчас разберем инструкцию инструкцию жалер и вернемся к вот теперь значит мы хотим воспользоваться переходом на под программу не непосредственным хранением смещения а с сохранением адрес под программы прямо в регистре в данном случае сани как мы это делаем мы загружаем в с 1 собственно смещение отсюда до инструкции шума до до адреса суббор вот прибавляем это смещение отсюда до адреса суббор к регистру программ каунтер вот регистр программ каунтер никаким другим способом кроме команда опыта нам недоступен и у них нет собственного номера вот но опыта умеет к нему ходить умеет прибавлять к 40000 на 04 соответств там смещение и вот мы сейчас это сделаем загрузили тут получилось 40000 на 4 но это маловато надо еще добавить получилось 40000 18 что-то нам знакомое да это же адрес нашей процедуры суббор ну вот мы его туда наконец загрузили сформировали в с 1 адрес процедуры собр дернули специальную специальную структу glr которая уже на этот раз типа бы то бишь типа не тип не типа джей а типа с да вот не перешли обратите внимание на то что в инструкции glr есть еще одно поле небольшое смещение 12 битные который почти всегда равно нулю вот для чего это смещение можно использовать вопрос сложный как можно взять и перейти не в начало нашей под программы вот пальцами но видимо можно например если вы решили какую-то повторно входимую функцию сделать или еще что то и вам хватает этих 12 битов смещения для того чтобы войти не с того места с которого входили раньше но это такое уже глубокая оптимизация причем оптимизация более верхнего уровня не процессор на ваш ваш компилятор может решить использовать вот который сейчас заниматься не будем точно вот мы перешли значит поэтому адресу поэтому адресу 40 0018 вот мы оставили в адресе возврата эра в регистре возврата эра адрес 42 010 потому что это следующая инструкция которая должна быть выполнена после жары вот мы выполнили очередной вывод и вот мы вернулись но с типа типа елды в питоне только как вы понимаете очень 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 аппаратный очень ограничены и очень так сказать обусловлены обстоятельствами но да да повторный вход в функцию не в том месте мне кажется что только ради этого можно применять смещение в джампан линке но она там есть а вот теперь давайте взглянем на инструкцию ред инструкция ред оказалась псевдо инструкции раскрывается она в тот же самый джалл то есть как если бы мы отсюда вызывали еще одну под программу но нет давайте посмотрим внимательно как то устроили джалл который настоящий ну как бы настоящий который выполняет переход на под программу он брал ну какое-то смещение которое редко используется регистр в данном случае с 1 в котором мы хранили адрес под программы и в качестве регистра куда сохраняется переход обратный переход использовал регистр эра что собственно и привело к тому что можно туда вернуть а вот ред делать следующее ну естественно смещение нулевое в качестве регистра по хранящего адрес по которому сейчас произойдет переход используется регистр x1 тот самый эра то есть это будет переход в правильное место а вот в качестве места куда мы сохраняем адрес возврата и используется наш любимый регистр zero вот в который можно писать все что хочешь все равно там будет 0 то есть люди сэкономили на отдельные инструкции возврата из под программы вот просто потому что ее можно отлично смоделировать с помощью инструкции jump and link по регистру регистром в как хранящим адрес при этом будет регистр эра регистр возврата а регистром принимающим адрес будет при этом x0 то бежителю то бишь регистр который ничего не хранит вот это казалось бы извращенная схема во первых позвал по позволила избавиться еще одного и от одного еще одного лишнего обхода а во вторых как ни странно это очередной бонус оптимизатором оптимизаторы видя оптимизатором я имею ввиду построителям более эффективных процессоров построители более эффективных вариантов процессора видя что вот здесь вот написан 0 вот где-то вот в этих битах до видео пять нулей регистр орной могут смело знать что в данном случае никакое обновление регистровой базы не происходит и отлично этот вопрос оптимизировать не делать этот шаг просто по факту того что мы указали в полях я уже забыл какое-то поле я думаю что это source 2 в поле source 2 все нули там регистр орной видя эти все нули очередной ускорятор процессора может внезапно не захотеть не пользовать половину тех микро инструкций половину тех действий которые нужны при вызове под программы и тем самым инструкция ред действительно станет инструкцию возврата из-под программы это вот так что не пугайтесь jump in link можно использовать и так более того нет не более того оставим так вот значит такие дела ну вот собственно все дальше мы вызываемся скол действий остановимся вот по пингали остановить вот это значит к тому разговор был о том во что раскрываются три известных нам инструкции для работы с под программами 2 для вызова и 1 для возврата jump in link инструкция типа g с большим 20 битным адресом смещения значит jump in link r инструкции типа типа b branch с маленьким пользуемым почти никогда 12 битным адресом смещения потому что адрес сам формирую форму формируется в регистре вот и инструкция ред в действительности оказалась инструкции jump in link по регистру такая вот картина дальше тут дальше тут кусочек который мы опять пропустим ах ты господи не пропустим александр вставил замечание которое где-то тут у меня даже вот оно а явно написано так что видимо мы одинаково с ним в этом случае мыслям и значит а раз мысль пришла в голову двум а то скорее всего она придет в голову и остальным короче говоря джанка jump in link со смещением можно использовать для разных интересных трюков например в ситуации вот как правильно замечает замечается александр когда функция может вернуть значение а может завершиться нестандартно там с ошибкой с исключением с чем-то еще то есть мы можем попробовать разработать такую хитрую конвенцию в которого четко прописано что функция вызваны нами под программа может вернуться в два разных места в одно место она возвращается когда возвращает вычисляет значение возвращает его а в другое место она возвращает когда у нее ошибка вот и все наши значит ну написать какой-нибудь высокого уровня язык программирования который компилируется вот в такой код и в нем будет шикарно сделано что-то типа такого как в примере в лекции которые я показывать смысле в эмуляторе не буду но вот смотрите вот пример функции которая вводит 300 раз и три числа вот ну вот есть функция которая говорит видите видите сторону треугольника и вводит целое число значит дальше тут мы вводим 3 этих числа и дальше не дёрг AF особенно специальную специальную функцию чек которую проверяет нейрали его а функции проверяющие не раз 3 magistра укрee они написано вот как она проверяет соответственно ну вот эти самые делают сумму двух сторон проверять что сумма двух сторон превосходит третью и всякий раз когда выясняется что сумму двух сторон двух сторон не превосходит треть выполняет возврат непосредственно вместо непосредственно после нашей программы вот сюда и здесь мы это у нас бывает это соответствует ошибочному статусу работы функции здесь у нас записывается какой-то адрес о сообщении но в а если значит все хорошо то мы записываем по 0 с это наш наш возвращаемое значение и переходим возвращаемся из нашей программы по адресу и раз со смещением 8 то есть на 2 на 2 инструкции позже но вот это вот у нас инструкции раскладывается в 2 то есть вот сюда вот попробуйте это на досуге пройти в атлантики посмотрите как это работает вот сразу хочу сказать трюк хороший интересный мы его использовать не будем никогда потому что это сильно усложняет программирование ну то есть смотрите мне пришлось в уме отсчитывать сколько здесь инструкции их тут 2 и соответственно вот этот 2 инструкции 8 байтов вписывать вот сюда но такое себе а вот если вы делаете компилятор с какого-то языка да там вполне можете предусмотреть такую дисциплину работы и у вас будет все функции все ваши под программ будут компилируется вот похожий код как у меня такие дела вот чем эти при этом добились введя вот такие инструкции джалл и эра и и горит мы добились что у нас вызов под программы атомарин мы одновременно заполняем адрес возврата и одновременно переходим в чем проблема не атомарности опять таки это обсуждается в отсутствующем пока не так вы не включенном куске курса как раз в теме различия двухадресный трехадресный архитектур вот в общем есть проблема с атомарность у нас ее нет у нас там 1 вот и мы добились того что нашу под программу можно вызывать из произвольного места кода зная что мы вернемся в правильное место этого кода вот введение таких инструкций такой и такой позволяет этого добиться чем они сделали мы не сделали во первых мы не сделали не говорили какими регистрами можно пользоваться внутри под программы мы это говорили в прошлый раз но в прошлый раз мы так сказать на веру пустили да дескать верьте мне так надо делать теперь мы понимаем почему смотрите вот здесь у нас например программа который проверяет является ли три числа треугольником внезапно работает с регистрами с и ты результат ее работы внезапно лежит в регистре а 0 если приглядеться с к конвенциям выясняется что вот это правильно а вот это неправильно параметры параметры под программы должны передаваться на регистрах от а нулевого до седьмого так указано в конвенции в чем смысл такой конвенции но разумеется в том чтобы люди когда передают параметры по процедуре не пытались читать код а в каких же блин регистрах эти параметры нужно передавать а знали заранее один параметр регистра ну и два параметра регистра 0 регистра 1 3 параметры и то же самое с возвращаем значения одно значение 0 2 значения а 0 а 1 больше не надо скорее всего если вам захочется возвращать много разных много разных данных то вам стоит просто завести адрес памяти и передать в а 0 этот адрес вот и все два регистра они один на возвращаемое значение это вот примерно про тоже про что сейчас говорит александр а а также про то что вы можете например ввести число двойной длины 120 битная 128 6 4 битная целая 6 6 4 битная целая или вещественное число двойной точности и тогда вам придется использовать два регистра ну собственно эту задачу надо решить но это значит решается конвенционально мы бы открываем конвенцию на которую я ссылался сегодня в начале лекции смотрим какие регистры для чего используются и получаем нужные знания вторая штука третье до передачи параметров и значение значения эту эту задачу мы понятно как решим мы просто регистры обеспечим дисциплину с позже третья задача это так называемый сохраняемый регистр и регистры типа с идея стоит в том что если у нас довольно сложные вычисления внутри нашей программы то эти сложные вычисления явно что-то портят меняют значение каких-то регистров в частности под программа чек у нас меняет значение регистры т3 т1 т2 под программа input меняет значение регистров а 0 а 7 и мы не знаем что делает и кол до и колот системный вызов по идее системный вызов ничего не должны менять кроме тех регистров типа а в которых им передается в которой они возвращают значение но тем не менее вот имеет ли право под программа менять значение регистров вот мы ее тут вызвали а вот здесь вот уже значение ты 0 нет т1 т2 и т3 поменялись вот здесь т1 т2 и т3 были одни а вот здесь другие имеет ли право под программ так делать вот в конвенциях как раз сказано что имеет сейчас мы об этом поговорим еще одна проблема которая перед нами станет когда мы будем делать домашние задания в полный рост это проблема локальности меток вот у нас есть программа и нам есть много меток например у нас есть функция в которой цикл в которой еще один цикл другая функция которой это же цикл и 3 функция в которой тоже цикл но в смысле под программ ну есть интенсия назвать все эти циклические метки которые организуют цикл словом loop но поскольку до возвращать значение и пока их мало принято в регистров и передавать значение принято в регистрах вот стэк используется не для передачи значений а для хранения локальных перемен вот это у нас андрей спрашивает про передаваемые возвращаемые значения нет только только то что вы передаете возвращается то есть так должен быть чистенький к тому момент когда вы приехали когда возвращаетесь если мне хватит времени вы мне напомните андрей я расскажу почему так это связано с понятией с понятием преамбула и так еще задачи есть локальности меток локальность меток эта ситуация когда у вас под программе встречается метка лук и в основном программе тоже встречается метка лук как бы нам сделать так чтобы это снова лук это снова лук действовали там и сям но при этом можно их было запихать в один файл и ассемблер бы не пытался сразу скажу раз этого не умеет поскольку эта задача никакого отношения к архитектуре не имеет эта задача самого языка сэмблера вара в россии эта задача решается но таким специфическим способом о котором мы как раз через через одну лекцию поговорим вот то есть никаких непосредственно синтаксических способов указать область действия меток внутри вашей вашего одной одного файла на ассемблере нету все имена внутри одного файла на ассемблере доступны и поэтому если у вас есть под программе метка лук и в программе метка лук одну из них вам придется переименовать также не решена проблема который спрашивал дмитрий не решена проблема вложенного вызова под программы из под программ потому что как справедливо указал дмитрий регистр у нас один р.а. и если мы из под программы которая сохранила регистр в р.а. вызвали другую под программу которая тоже сохранила регистр в р.а. первое значение р.а. просто тупо затерлась всем до свидания вот в том числе не решена за не решена проблема вызова под программой рекурсивно из самой себя вот но в принципе это частный случай по обычного вложенного вызова и тот способ который предлагается в большинстве архитектур для решения проблемы он годится работает и там и сам вот как решать эти проблемы проблема вложенного вызова состоит в том что мы должны куда-то на время вызова следующей под программой изнутри другой под программы сохранять регистр и р.а. а потом его возвращать обратно мы можем например к каждой под программе приделать такой блок хранимых параметров в которых записывает регистр и р.а. и таким образом мы решим задачу вложенного вызова процедура а вызвала процедуру б процедура б сохранила адрес возврата куда-то в память вызвала процедуру c вернулся с процедуры с из памяти вернула адрес возврата обратно вернулась и попал процедуру а но таким способом не решается проблема рекурсивного вызова когда процедура б вызвала процедуру б потому что ячейка в которой она хранит в адрес возврата всего одна и тут она ее затрет как ни странно как ни странно рекурсивный вызов в жизни происходит гораздо чаще чем нам кажется это далеко не всегда должен быть рекурсивный алгоритм вот пример из лекции да значит вот пример из лекции пример из лекции это когда вы берете пишите какую-то страшную под программу которая умеет размещать в памяти сложную структуру данных и от под программа по ходу парсит эту структуру данных вот по определенному шаблону и вызывает себя же для заведения собственно составных частей этой структуры данных упс вот вполне нормально для программистского шаблона поведение короче говоря надо как-то по-другому решать эту задачу мы решим с использованием стека а пока давайте посмотрим почитаем конвенцию как принято решать те задачи которые которые решить можно эта конвенция для концевых под программ то есть для под программ которые не будут вызывать под программы изнутри себя если вы знаете что вы не будете вызывать изнутри себя другие под программы у вас очень много сильно развязываются руки значит первое под программы вызываются только инструкциями типа джал джал ры никаким другим извращенным форм не вызываются и всегда сохраняет конвенционально обратный адрес в регистре эра если почитать ну в общем всегда ему уже говорили что это позвать эта конвенция позволяет много всяких бонусами наши под программы концевая не будет вызывать другие под программы поэтому конвенция простая программа обязана возвращать управление с помощью инструкции ред значит пример стрюкам уже эту конвенцию нарушает потому что мы вместо ряд использовали ряд со смещением вот и программы используют регистры вот так у нас есть специальный набор регистров типа с которые обязаны после выхода из нашей под программы иметь то же самое значение которое они имели перед входом в нашу программу то есть если мы собираемся использовать внутри под программы регистры типа с мы должны сохранить их куда-то эти регистры пожевать код испортить регистры типа с и перед возвратом восстановить их откуда-то чтобы вызывающие вызывающий наш под программу пользователь имеет право надеяться что вот эти 12 регистров с 0-11 в процессе работы какой бы то ни был под программы согласно конвенции не изменится все остальные регистры можно менять как хотите конкретно передача параметров это регистром 0 7 а возвращение параметр регистром 0 1 мы с вами об этом уже говорит вот ссылка на соответствующую соответствующий кусочек в спецификации отдельно хочу заметить про регистры с ноль пожалуйста не используйте нет не обнулить бивку вы пропустили в главный момент регистры типа с не надо обнулять их надо запомнить какие они были поработать и восстановить какие они были кто вам сказал что там 0 и вот отдельная просьба не использовать регистр типа с для ваших решений домашних заданий потому что через одно занятие мы поговорим или даже ну короче в ближайшее время поговорим на тему того через два занятия поговорим на тему того как еще используется регистр основной конкретная с 0 вас он собственно является указателем фрейма в некоторых в некоторых этих самых в некоторых конвенциях вот так что у него есть собственно роль может быть а может и не быть да мы поговорим когда нужен фрейм когда не душ вот что еще можно сказать конвенции не ограничивает чего вы делаете с памятью вашей под программе вот написанная по конвенции процедура чек в общем оказалось такой же примерно длины вот за исключением того что я воспользовался трюком и решил не трюком я воспользовался как сказать некоторым арифметическим приемом и у нас в результате фреймпойнтер основе это фреймпойнтер я не знаю что и bp простить я даже так сейчас сделаю лошадиное лицо и скажу я не знаю и знать не хочу что такое и bp в потому что я как бы не очень хорошо отношусь к конструирует 86 она путана ладно это была шутка если что вот та же самая программа которая проверяет являются ли ты числа сторонами треугольника в которой процедура чек переписана сообразно концевой конвенции конвенции для вызов концевых процедур наверное имеет смысл на нее все-таки посмотреть хотя хотя у нас еще тут ехать и ехать ну давайте давайте посмотрим да тут небольшой трючок из серии программирования в на языке ассемблера применен сейчас я вот этот трючок покажу и по-быстрому и мы не да значит только надо было сказать control c контролем сохранить называть ее треугольник например 3 вот кстати обратите внимание на одну интересную штуку у нас дата и текст могут по ходу перемежаться в действительность никакой разницы написать все инсту и все директивы секции дата в одном месте или 5 в разных мест местах нету вот единственное чего это сделал написал вот это здесь чтобы было видно что вот этот вот prompt относится к вот этой процедуре input да в принципе может был написать здесь разница абсолютно никакой место в памяти было бы то же самое вот значит как у нас теперь вот этот программу вот она вводит четыре стороны раз два три стороны дальше она распихивает их сообразно конвенции в регистр а 0 1 от а 2 дальше дергает процедуру чек процедура чек возвращает в а 0 некоторое значение по которому мы должны догадаться треугольник это или нет и вот оказалось что самый простой способ этим значением считать знаковый бит регистр равной потому что тогда вся процедура выяснение является ли ты эти три стороны сторонами ты три числа сторонами треугольника освободится к арифметике мы берем эти разности мы все их побитого это у нас коньюнция короче побитого умножаем до побитвы и отделы и если во всех из них в трех сохранился знаковый бит значит эти разности были все отрицательные значит третья сторона всегда была меньше двух других а если хотя бы в одном месте был нолик то в результате этого энда получится число с пустым знаковым битом вот ну и соответственно у сюда при так что мы здесь можем просто сравнить с нулем то что нам приехала ванной да и если это было больше нуля то это значит плохо если меньше нуля то хорошо вот давайте прям по быстренькому проверим вот у нас значит мы вводим могу и так сделать о могу интересно у нас работает пока это шучу давайте чек за климат я не знаю так будет работать или нет triangle сайт скажем 567 этот треугольник так не работает надо надо делать вот так вот надо скомпилировать загалочить сейчас скомпилировать чем он делает и еще раз скомпилировать загалочить этот самый чек запустить ввести 567 останавливается breakpoint на чеке давайте проверять значит вот у нас 5 сумма сколько там 6 7 приехала в т.н. в т.н. сумму 5 7 приехал в т.н. вы же вы вычли ее она приехала разность в т.н. разница отрицательные видим сумма приехала вышли из значения стороны тоже отрицательная сумма приехал вышли значение стороны тоже отрицательного три отрицательных числа которые мы получили при вот этом сравнении сейчас мы их все поедем друг с другом вот результат у нас получится тоже отрицательный вот видите значит все там где были нулевые биты они превратились в нули там в конце у нас 40 вот 3 30 а остальные биты единички в частности знаковый вид у нас есть и значит что у нас будет сообщение что ну короче что это привык теперь давайте то же самое то же самое проделаем с пометим чек введем допустим 181 вот посмотрим как работает чек значит сложили 18 получили 9 вышли из единицы хорошо и сумма этих двух сторон не превосходит смысле превосходит другую сложили единицу с 8 другую единицу 8 мы получили 9 вы ищли все хорошо а вот здесь будет плохо сумму двух сторон 2 третья сторона 8 разность 6 положительное сейчас при энди мы получим число у которого знаковый бит нулевой вот она вернулись увидели что знаковый бит нулевой число больше не меньше нуля и сейчас мы выводим ноу вот но тот рент вот так все это работает вот значит обратите внимание что объем этой программы не сильно увеличился от того что мы начали соблюдать конвенции вот и даже более того мы немножко гибши подошли к этому самому мы тут теперь сами проверяем если ноу здесь мы возвращаем только четко нолик или единичка в знаковом бите вот что мы потеряли мы потеряли вот то о чем говорил александр потеряли возможность вернуться в два разных места в зависимости от того была ошибка в нашей программе или не было подправить так у нас что-то я в этом хотя осталось значит решить проблему динамического хранения данных в наших подпрограммах вот и опять таки мы пропускаем кусочек связанные с большим циклом в котором бы объяснялось что такое стак мы с вами знаем что такое стак стак это такая абстракция в которую можно динамически добавлять данные и она растет а потом динамически оттуда их убирать называется снимать со стак и она уменьшается единственное что мне стоит заметить про риск файв это во первых что стек находится всегда в конкретном месте памяти вот здесь по адресу вот такого что растет вниз как видите это довольно большое число растет он вниз по адресу и вы памяти нашей плоской стек можно добавлять только машинные слова нельзя добавить стек один байт нельзя добавить 2 байта можно только 48 можно но это будет быть два раза по 4 это абсолютно аппаратно не поддерживаемая сущность то есть нет никакой в базовом риск файве никакой никаких специальных проводов которые бы обеспечивали стек все это чисто конвенционально в других архитектурах например для стека может быть выделенный регистр стек может быть резон вообще аппаратно или сам стек или операция работы со стеком возможно аппаратная реализация например процедуры операции положить на стек и увеличить его значение снять со стек и уменьшить его значение да то есть ну понятно ну или обратно положить и уменьшить снять и увеличить ну и так дальше вот тут пришел к нам в чатик сокращение здравствуйте он намекает что это вот этот такой адрес это исключительно вопрос конвенции конкретно плоской модели памяти в конкретно рарсе совершенно справедливо стек может быть даже несколько как правильно замечено вот есть и есть института где стек растет в произвольную сторону вот я так думаю что стек растет вниз в плоской модели памяти просто потому что больше ниоткуда ему расти у вас есть ваши переменные которые вы кладете в секцию данных сколько там будет переменных зависит от того сколько их туда напихаете чего напишите в разделе дата это значит что если бы стек должен был расти снизу то не понятно какое место его начинать вот а так он растет сверху и никого не мешает до тех пор конечно как пока вы все четыре гигабы сеть 2 гигабайта не займете но вряд ли вы их займете вот короче говоря в других архитектурах могли бы быть какие-то специальные там какие-то специальные решения для аппаратного стека по тарам атомарных операций положить снять и так дальше в мипсе и в рикс файве как следствие ничего такого нету вот иногда буду оговариваться вырезного мипс в риск файве ничего такого нету есть конвенциональный адрес которого так начинается и есть конвенциональный регистр x2 он же ssps так пойнта которые рекомендуется использовать для стека если вы почитаете спецификацию там опять будет операция к тому что для того чтобы приделать к процессору еще какой-нибудь ускорятор очень нелишний помнить что стек лежит именно в регистре x2 и нигде еще правда там есть кажется разговор о ситуациях когда у вас у каждого треда свой собственный стек и вам нужно иметь хотя бы два регистра чтобы переключаться между этими стеками вот один временно один из постоянный и там поэтому тоже написано но мы сейчас про это говорить не будем это если успеем тема другой другой значит лекции вот так что пока что смиримся с тем что конвенциональность так это указатель нас так это x2 вот опять-таки по конвенционально положить на стек это сначала уменьшить его на 4 то бишь отступить на машинное слово а потом положить в получившееся место нужное значение вот вот берем значение раз два три уменьшаем сдвигаем гранит стек на одно машинное слово кладем в это место это наши раз два три вычисляем какое-то новое значение уменьшаем еще вниз добавляем расширяем стек кладем на вершину стека вершина стека это то что внизу до вершину стека кладем наше очередное значение теперь давайте обратно вот мы снимаем со стека вот мы снимаем второе значение состав который лежит чуть глубже вот и чет с ним делаем теперь для того чтобы время так это 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 просто доступ если мы хотим снять со стека у нас операции не атомарная сначала мы забираем число которое уже на решении стека а потом изменяем указать вот мы опять кладем ну и так дальше вот тут значит в этот код смысла не имеет никакого тут просто есть примеры операции как устроена операция там не атомарной операции положительно стек ведь она двухчастная и не товарной операции снять со стека тоже на двухчастную и как устроена условно атомарная операция взять положить в регистр элемент со стека с таким-то вот смещением данном случае 4 вот основной смысл зачем я вот этот текст сюда привел чтобы было понятно что несмотря на то что эта работа с памятью работа с памятью медленная штука ну или несмотря на то что эта работа с памятью с точки зрения компактности записи это все очень эффективный код ни одной составной псевдоинструкции вот за все это время не произошло вот стоит также заметить что если мы положили на стек несколько значений то мы к ним можем смело ссылаться добавляя в инструкцию типа с или типа и не я господи и и и и и добавляя в инструкцию типа с или типа и точнее сказать типа она с этим самым со смещением а нет те с и и все правильно добавляя в нее нет соврал типа b и типа g конечно это одно и то же только там адреса по-другому считается добавляя в нее соответствующие смещение да вот это вот доступ к вершине стека а вот доступ к второму элементу такие дела да и более того дорогой сокращенец мы будем иметь дело именно тут сокращение замечать замечает что при обработке прерывания внезапно будет тот же самый стек в системах с плоской моделью памяти у нас будет то же самое когда мы будем работать с прерыванием и мы будем иметь тот же самый стек также сокращение с говорит о том что для того чтобы вот эту не атомарность а мы уже говорили что операции положить нас так не атомарная эту не атомарность хоть как-то разрулить мы сначала сначала организуем какое-то место на стеке а уже потом в это место пишет чтобы не получилось так что ну в общем вот хорошо таким образом с использованием стека мы можем составить конвенцию которая нам решит все оставшиеся задачи за исключением разумеется задачи локальных меток потому что закачаны задачи локальных метод решается языком ассемблера они конвенционально а именно она решит задачу вложенного вызова и она же решит задачу а рекурсивного вызова вот смотрите вот пример как это должно быть сделано если мы не трогаем никаких регистров да если мы не трогаем никаких регистров наша уже на этот раз не концевая а произвольный под программы должна сохранять только ира и где она должна сохранить на стеке потому что там она будет его сохранять так сказать с гарантией вот мы вызвали вы вызвали нашу под программу первую это под программы первым что сделала сохранила на стеке эра вот то есть добавила к стекпойнту вниз одну ячейку в эту ячейку положила дальше на что-то делает дальше она вызывает другую под программу и это другая под программа первым что делает сохраняет в следующем очередном ячейки стека ра так на всякий случай вот она его выделила место сохранила туда тот эра который ей был вот этим джалом передан что-то поделала возможно тоже вызвал другие программы и теперь у нас настала пора вернуться настала полови пора вернуться мы взяли загрузили эра из стека на вершине стеком он лежит и сбросили эту ячейку сделала освободили ее сделали свободный то есть выполнили это а атомарную операцию снять со стека и положить в регистры вернулись вот сюда и у нас внезапно все хорошо за стеком он показывает в правильное место продолжаем делать настала пора вернуться из процедуры субрадим мы полезли на вершину стека там лежит запасенный регистры ра мы его значит мы его оттуда положили в регистры уменьшили ну смысле увеличили до указатель вернулись вот вот так все это и работает помимо регистров возврата мы должны сохранять куда-то а куда-то это очевидно на стек все те регистры которые мы собираемся использовать а в действительности они у нас сохраняемые это регистры с например если мы впишем какую-то рекурсивную функцию процедуру которая которая использует некое хранимое значение то мы можем это хранимое знать ну вот мы вызываем процедуру вернулись из нее мы рассчитываем там что в регистре в каком-то регистре продолжает храниться то значение которое у нас было например мы хотим написать рекурсивный факториал вопреки здоровому смыслу никто не пишет факториал рекурсивная но вот хотим значит рекурсивное вычисление факториала и ученые фото я уже как выглядит у нас есть кумулятивное произведение которое домножается на очередной факториал вот это кумулятивное произведение должно вы переживать вызов этого факториала чтобы потом не домножить так вот мы имеем полное право хранить это кумулятивное произведение в каком-то регистре типа с потому что мы точно знаем что при вызове процедуры регистры tps не меняются очень хорошо что мы за это должны сделать ну за этому должны сначала сохранить сам регистр этот регистр с 1 куда-то чтобы вернуть его в целости и сохранности вызывающие функции вот мы значит вызвали наш факториал или давайте прям скопипасте мы будем в козе на это смотреть вот значит сохраним это вот начало значит давайте мы поставим вот мы скомпилируем и поставим breakpoint на функцию факториал жмяк запустим чем хотим ввести хотим число ну допустим 4 а вот мы вызвали функцию факториал под программу факториал с параметром 4 параметр передается на а 0 естественно где же еще вот он вот и прежде чем начать вычисление мы должны сделать две вещи запасти адрес возврата и запасти с 1 что мы для этого делаем увеличиваем стек на две ячейки сразу заводим память вот видите в ближайшую к дну стека кладем как полагается раун там должен лежать мы вот запасаем туда а в следующем и кладем вот он а в следующую ячейку мы кладем с 1 тот который был то что там при этом был 0 нас не волнует мы должны честно выполнить правило гигиену используя регистров типа с будем время или менять регистр типа с должны запоминать регистр типа с запомнили его вышли единичку сформировали минус 1 вот проверили что у нас проверили что у нас факториал меньше от числа меньше 2 если число это не 2 а число это у нас число это у нас 3 до 2 0 у нас 3 вот то вызвали n минус 1 факториал рекурсивно с параметром а 0 такая же штука факториала 2 теперь вычисляется такая же штука обратите внимание как у нас заполняется рекурсивно стек адрес возврата текущего значения с 1 адрес возврата текущее значение с 1 адрес возврата текущее значение с 1 мы рекурсивно вызываем одну и ту же функцию вот посчитали n минус 1 получили вообще 0 вот это означает что все нам надо возвращаться вернулись и мы вернулись предыдущей функции чтобы вернуться предыдущим функцию нам нужно стоит сделать нам нужно вернуть обратно значение мы еще не вернулись соврал нам нужно вернуть обратно значение регистра с регистра ира и переставить стек вот сюда переставили стек вернулись из последнего рекурсивного вызова домножили результат который мы результат это фактор двух который мы посчитали вора вот на с 1 который там единичка в данный момент до получили некий результат на 3 получили результат храним поскольку факторал посчитан мы можем теперь возвращаться из этого рекурсивного вызова вот факториал 3 уже равен 6 возвращаемся на ту функцию которую вычислял факториал 4 вот ну и в общем вот все и здесь мы выводим 24 вот такая вот картина значит как видите довольно аккуратно мы запасаем память освобождаем память пользуемся тем самым той самой фишка что мы можем отлично писать туда небольшое смещение если мы точно знаем какое-то смещение вот эти вот фрагменты программы под программы связаны с запасением и восстановлением регистров имеют собственное название они называются прологом и эпилогом пролог и эпилог это конвенционально по крайней мере свойства пролога эпилога конвенционально описаны в этих свойств в этом прологе в эпилоге должно быть сохранение на стеке соответствующих регистров как то с которым мы будем работать а потом восстановление со стека этих регистров они об эпилоге восстановления вот и он всегда в общем примерно одинаковый соображение эффективности вы можете конечно же сохранять только регистры с 1 потому что вы знаете что вы используете только регистры с 1 внутри внутри кода поэтому у нас видите пролог очень короткий запасаем место в стеке записываем туда два регистра с которыми мы будем работать вот здесь мы пользовались пользовались свойством хранимости регистров с 1 регистров tps для того чтобы вот это вот кумулятивное произведение хранить в регистре с и не париться мы его храним в с вот здесь мы дернули дернули функцию факториал но тем не менее в с у нас как было наше произведение так и осталось потому что это хранимый регистр и потому что мы собственно сами об этом и озаботились вот здесь его сохранив а вот здесь его восстановить чисто теоретически мы могли поступить по-другому мы могли 10 минут осталось может быть успеем мы могли вместо того чтобы надеяться на хранимость регистра tps самостоятельно на хозяйничать в стеке и прежде чем вызвать нашу под программу факториал ненадолго положить на стек тот регистр в котором мы храним наше кумулятивное произведение а немедленно после вызова под программу факториал его оттуда снять то есть использовать стек как еще более динамическое хранилище данных динамически добавляя туда все то что мы собираемся временно хранить вот на время вызова процедуры например что при этом произойдет преамбула на это самое как его пролог и пилок сократятся теперь у нас пролог состоит всего из двух команд запасаем одну ячейку на стеке и сохраняем туда стек пойнтер и пилок стоит всего из двух команд запасаем 1 восстанавливаем со стека регистр адреса возврата и освобождаем одну ячейку на стеке то есть то что четко мы пишем в начале и в конце нашей программы вот она уменьшилась разумеется использование стека как динамического хранилища данных ничуть не поменялось потому что нам все равно нужно где-то держать вот то самое временное значение кумулятивного произведения вот мы его не нарушая договоренности не нарушает договоренности храним в регистре несохраняемом регистре т1 мы что хотим то и делаем с регистрами типа т поэтому на время его до время вы вызывая следующий в данном случае рекурсивного вызова следующий под программы мы должны этот т1 сохранить на стеке вот она операция сохранения на стек вызвать под программу и немедленно оттуда снять все что мы напихали в стек на время работы вот она приехала значит про выравнивание стека александр александр спрашивает выравнивание стека аппаратная на одно машинное слово выравнивая по кадрам эта штука исключительно кондициональная в x86 она связана то ли со страничной адресации то еще с какой-то ерундой который я заморачиваться не хочу вот выравнивание стека по кадрам есть но это чисто конвенция об этом мы поговорим через два через две лекции когда будем говорить собственно про промышленной конвенции про понятие кадра стек и зачем он нужен этот кадр мы тоже про это поговорим не сегодня в данном случае мы пользуемся стеком как стеком как временном хранилищем и с точки зрения этого мы здесь увеличили немножко стек и здесь немножко устойку величие здесь его немножко уменьшили и здесь его немножко не никакой четкой границы не соблюдаем вот за исключением повторяю того что в так можно положить только только машинное слово кстати это тоже конвенционально потому что если бы договорились о том чтобы в таки хранятся байк там хранились байта да так вот значит вот эта вот фигня которая в литературе называется преамбулой и вот эта вот фигня которая в литературе не называется никак я не знаю почему поэтому я им зову финалом отличается от пролога эпилога тем кто этим кодом занимается смотрите когда мы вызываем функцию факт которая написана без соображений преамбулы и без соображений без соображений преамбулы а только с прологом эпилогом у нас получается довольно чистенький код в котором написано черным по белому следующее положить в а 0 параметры ну тут проверка и вызвать функцию факт все и получить в а 0 результат видите положили параметр в а 0 вызвали факт получили в а 0 результат то есть коллер вызывающий не заморачивается вообще никакими подробностями относительно того а как же работает функция факт кроме того что ему нужно передать в а 0 параметр и в а 0 же получить результат а вот в случае когда мы хотим мы ну как бы вниз мы не не надеемся на так не то что мы не надеемся мы не мы приняли решение эту конвенцию относительно сохраняемых регистров соблюдать по-другому и просто не используя сохраняемые регистры получается что перед тем как вызвать функцию нам приходится кое-чего готовится выполнять некоторую преамбу подготавливать наш код к возможности вызова этой функции в данном случае запасать в стеке какие-то значения которые эта функция в общем может затереть но потому что регистр ты один временный и мало ли что возьмёт и затрёт преамбулу и финал выполняет вызывающий пролог эпилог выполняет вызванный код вызова функции без преамбулы очень короткий код вызова функции с преамбулы и финалом удлиняется почти всегда при программировании на сэмблами вручную лучше не дизайнить функции таким образом чтобы внутри им требовалось преамбулы финал а лучше дизайнить функции так чтобы чтобы у них как можно больше был в прологии эпилоги потому что мы это один раз написали если вы пишете компилятор если вы промышленно программируете на сэмблер где вам нужно отлаживать здоровенные куски кода бывает очень удобно воспользоваться именно смешанные стратегии когда для того чтобы стандартизированную функцию вызвать вызывающая программа должна выполнить некоторую преамбу вот и вы можете надеяться что после выполнения ты прям был вы все точно знаете вот случае кадры это именно так но мы опять таки про кадр поговорим потом сокращение тут спрашивает про адресацию в области ядра это просто тема другого разговора разумеется риск файве все это есть более того стык ядра ну как бы просто лежит в другом адресном пространстве вот но это не относится к плоской модели памяти плоской модели памяти все в одном месте минимальный поэтому в этом курсе в этом семестре мы будем это обсуждать только теоретически вот а вот для того чтобы какой-то практический пример на этот счет сделать я вас приглашаю в группу которую мы тут создали буквально я создал буквально вчера в группу в которой будут обсуждаться вопросы как нам превратить вот этот курс обратно в большой семестровый курс по 8 часов в день актуруем язык ассемблер на базе риск файв вот там эта проблема встает нужно будет попробовать на каком-то более крутом чем чем рарс эмуляторе на куема наверное или еще на чем-то попробовать изобрести минимальный код по которому вот это переключение адресного пространства и все остальное было бы интересно вот я как раз хотел вас пригласить я просто забыл скрым к своему стыду забыл где у вас какой у вас не к телеграме да у нас есть еще одна 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 тема я займу я займу некоторое время ваше простите вот значит эта тема понятие переменные в действительности вот эта вот штука с преамбулой страшно неудобная вернее даже не так штука с преамбулой удобная потому что вот преамбула и финал вплотную вплотную стоят рядом с вызовом наши в нашей программы неудобная штука с произвольным напихиванием в стек значений тогда когда мы этого захотелось почему она неудобно потому что если мы допустим вот именно да к сожалению группа это в телеграме но я могу как как-то вас да значит если мы допустим пользуемся некоторой некоторой конвенции относительно хранения хранения данных на стеке то вот здесь у нас например ра лежит по смещению 4 от вершины стека а с 1 лежит на вершине потом мы взяли что-то добавили туда и внезапно ира у нас лежит со смещением уже 8 а с 1 со смещением 4 а свеже добавлено лежит на вершине стек то есть в процессе программирования на ассемблере мы внезапно должны вот эти смещения каждый раз пересчитывать в уме сколько мы данных на стек напихали чтобы иметь доступ к тому месту к тому месту куда мы их собственно напихать поэтому напихивание данных стек в произвольное время это плохая идея вот просто неудобно и мы про это еще поговорим через два занятия когда будем говорить про фрейм вместо этого предполагается следующая концепция и это пожалуй единственная концепция которая так или иначе соответствует понятию локальные переменные в высокоурованных языках программирования который будет следующий давайте сразу при старте под программы выделим на стеке всю память которая нам нужна то есть мы сохраним туда ра возможно сохраним туда регистры типа с если надо и там же заведем парочку ячеек для хранимых значений которым будут последствии использовать при этом обратите внимание что если мы больше не трогаем стек то в процессе работы программы все происходит очень четко ра лежит по смещению 8 в данном случае мне одного сохраняемого регистра не сохранили первая переменная лежит со смещением 4 2 переменная лежит на вершине стек если больше не заниматься запихиванием стек чего-нибудь то в течение всего кода под программы мы можем обращаться к первой переменной как к стеку со смещением со смещением 4 как в 2 как ставка смещением 0 мы можем даже сделать специальные макросы точнее не макросы аббревиатуры чтобы вместо вот такой штуки использовать прямо имя об этом мы тоже поговорим через два через два занятия вот удобно это очень сильно прочищает мозг в плане программирования это гораздо проще и воспринимать когда вы это делаете вот но конечно же это имеет отношение к ситуации когда вам по каким-то причинам надо хранить все это в памяти вам недостаточно хранимых регистров так то вы просто можете хранить в регистре с 1 и с 2 надеюсь на то что чтобы не произошло а вызываемый под программой эти регистры не испорт вот переменные соответственно время от времени я буду использовать понятие переменные и она будет соответствовать либо либо вот такой штуки вот это тоже переменная там условно говоря до глобальная так скажем либо вот такой штуки локальные переменные это фиксированное место на стеке предназначены для хранения произвольных данных никакого другого понятия переменные нету и если вы компилируете переменную из реального языка программирования то в действительности она может пребывать в самых разных состояниях она может лежать в памяти лежат может лежать на регистре может лежать в динамическом месте на стеке потому что вы туда запасли и все это будет как бы объект соответствующий одной и той же переменной вот увы ах в ассамблер такого нет так время наше закончилось ну собственно вот вам простая конвенция для уже универсальных под программ нет не только концевых отличается от предыдущей конвенции дополнением связанным с тем как мы работаем с регистрами все регистры раз мы должны запасать не все все используем регистры с мы должны запасать вот и восстанавливать если мы используем локальные переменные мы их сами все это место которое на стеке для этих локальных переменных нами выделено должны тоже освободить это простая конвенция обратите внимание не не оговаривается и может меняться в процессе работы программы то есть данная конвенция вот такую штуку не постулирует данная конвенция вот 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 это вот этот кусок кода с временным выделением временной переменной нас локальные переменные на стеке соответствует данный коммент хотя повторяю вот так гораздо удобнее сразу заведите все и туда пихаете разницы в общем никакой а вам будет вот в остальном эта конвенция соответствует предыдущий главная фишка в том что при использовании стека она позволяет писать рекурсивные процедуры ну короче все что угодно все у меня все если есть какие-то вопросы задавайте их сейчас вопросов не последовало это значит что либо всем все понятно либо все уже устали так что всем спасибо домашнее задание вот она здесь написано туду потому что нет еще тестов на и джадж они будут сегодня они будут это точно потому что я все эти задачи уже решил вот обращаю ваше внимание на то что две последние задачи достаточно многописные то есть там придется программировать вот хотя и вроде очень простые но последний за тупо сортировка вот ну собственно все если больше вопросов нету всем спасибо в следующий раз у нас разговор про математический сопроцессор не уходите далеко это интересно вот и на этом всего доброго